Продолжается подготовка к Новому году. Ни один другой праздник мы не ждем с таким нетерпением. Наряжаем елки, продумываем меню. Будет ли традиционный салат оливье на новогоднем столе у жителей Люберец, выяснял наш корреспондент. Пандемия пандемии, а Новый год по расписанию. Даже если цены кусаются, наш человек всегда покупает традиционные продукты к новогоднему столу. Зеленый горошек, икорка, колбаска, огурчики и, конечно же, игристая. За оливье, слезка под шубой и холодец. Я вообще не люблю оливье. У меня другие салаты. Овощные салаты я люблю. Фруктовые салаты. Ну, все такое легкое. Я против оливье, я зожник. А он вредный. А что именно ставите на стол? Слушайте, мы вдвоем будем справляться с супругой, поэтому, скорее всего, фрукты, рыбу, возможно, курицу. Ну, вот так вот, навскидку. Пока еще не планировали. Обычный, классический вариант. Там горох, морковка, соленые огурчики, с мясом люблю, с говяжьим. Давайте выясним, во сколько обойдутся потребители традиционные блюда в этом году. Оливье с колбасой на четыре порции обойдется потребителю в 473 рубля. За последнюю неделю его стоимость выросла примерно на 30 рублей. Подорожала колбаса. Традиционная селедка под шубой для семьи и гостей будет стоить 590 рублей. Стоимость почти такая же, как и в прошлом году. На тарелочку с бутербродами с икрой уйдет 900 рублей. Ну а как же без игристого? Самую дешевую бутылку можно купить за 374 рубля. Мы пообщались с продавцами и они рассказали, какие продукты в преддверии праздников берут покупатели. У нас все берут. И крабы, и рыбу, и икру. Ну, просто у всех разный вкус есть. Кто-то форель любит, кто-то киту спрашивает. Для холодца основной. Да, для холодца. Ноги там, бульоночки, голяшки, рябчики, язычки говяжьи, хвосты. Кто-то выбирает традиционные блюда, кто-то же предпочитает экзотику. Но неизменным символом Нового года всегда были мандарины. Их любят за их жизнерадостный цвет и только им характерный запах. В семье Колесанва тоже любят и мандарины, и салат оливье. Глава семьи Майкл, родом из Африки, приехал в Россию 10 лет назад. У него на родине главное событие – католическое Рождество. Но Новый год теперь тоже отмечают, как один из любимых праздников. Новый год – это семейный праздник. Мы его всегда встречаем в кругу нашей семьи, зовем друзей, накрываем стол, как полагается. Приоритете, наверное, классика. Наше любимое – оливье. Его люблю не только я, но и муж теперь тоже полюбил оливье. Ну, конечно, есть разные. Мы себе любим делать картофель, а мужа – рис. На родине у них Новый год отмечают, готовят рис с овощами. Побывать в гастрономическом туре в Марокко, Египте, Турции, Австралии и других странах – не мечта, а реальность Людмилы Довгалевской. Она не любит традиционный Новый год с домашними посиделками. Привыкла набираться новых впечатлений за границей. Мы не любим сидеть дома, потому что вот это застолье, сидишь, кушаешь, пьешь – это не для нас. Мы любим ездить, путешествовать. Ну, оливье – это традиция, наверное, она в каждой семье, если обязательно порезать салат оливье. Но мы любим фрукты. И вот, допустим, сейчас мы съездили, мы привезли с Венесуэлы, я привезла такие мароккою. Новый 2022 год по восточному календарю будет год тигра. И, как утверждают эксперты, этот знак любят мясные блюда. И чем больше мясных закусов будет на столе, тем лучше.